В США отмечают сегодня День Благодарения. По традиции его нужно провести с семьёй, поэтому более 50 миллионов американцев, чтобы навестить родных, отправились в дорогу. Это самое большое количество поехавших в гости людей за последние десятилетия. О других громких цифрах этого дня и завтрашней Чёрной Пятнице Дмитрия Напченко. День Благодарения всегда празднуют в 4-й четверг ноября. И американцы привычно берут отгул уже в среду, чтобы за получившиеся 5 выходных навестить близких, живущих в других городах и штатах. Автомобильная ассоциация США подсчитала, в этот раз из дома уехали 50 миллионов 900 тысяч человек. Причём подавляющее большинство из них 45 миллионов на автомобилях. Экономика за этот год подросла, зарплаты немного подняли, а уровень безработицы самый низкий за все двухтысячные. Вот больше людей, чем обычно, и смогли позволить себе путешествовать. Подешевели и продукты. В этом году семейный обед ко Дню Благодарения стал самым недорогим за последние 5 лет. Ассоциация фермеров издавна ведёт статистику и сообщила, в этом году традиционная запечённая индейка с картофелем, овощами и клюквенным соусом, а также традиционный тыквенный пирог, в общем, всё то, что принято подавать к столу на День Благодарения, обойдутся американцам всего-то в 50 долларов на компанию, то есть в среднем по пятёрке на человека. Американцы, в принципе, помешаны на статистике и скрупулёзно подсчитывают всё, что касается праздников. Подсчитали, за один только сегодняшний день жители страны потратят 2,8 миллиарда долларов. В основном на бензин, чтобы к семьям добраться, да на продукты, к примеру, ту же традиционную индюшку. Ну а завтра за праздником последует Блэк Фрайди, Чёрная Пятница, день распродаж и скидок. На следующий же день после праздника жители страны обычно штурмовали магазины, ведь первым посетителям всё доставалось с огромной скидкой. Так было в прошлом, но сейчас традиция умирает. Никто не хочет стоять в очередях, и покупки делают в основном в интернете. Каждый второй опрошенный признался, предпочитает кликать мышкой, а не штурмовать супермаркеты. Национальная федерация розничной торговли прогнозирует, онлайн-продажи превысят 100 миллиардов долларов. При этом многие опрошенные признали социологам устали от того, что Сэнс Гивен, добрый семейный праздник, по сути превращается в безумство шопинга, и намерены в этом году эти выходные провести с семьёй, а вовсе не в очередях в супермаркетах или у мониторов в поисках скидок. Из Соединённых Штатов Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер.